И снова вам всем доброго времени суток, дорогие друзья! С вами снова студия Starwater TV, люди зовут меня Blade Runner. И что ж, мы продолжаем следить за фасткапом за номером 17 539 и противостоянием команды Team Dark Demons против Guardians of the Void прямо сейчас на ваших экранах. И что ж, первая карта этого фасткапа была крайне впечатляющая, достаточно уверенная победа Team Dark Demons, но невзирая на все это их предыдущие оппоненты, Fallen Angels также довольно хорошо шли к победе. И, к сожалению, в каких-то моментах они споткнулись, и у них не получилось будет. Интересно наблюдать и следующую, вот эту точнее карту, и посмотрим, насколько хорошо Guardians of the Void. Как я и говорил, Team Dark Demons, мне кажется, достаточно сильным коллективом и фаворитом определенным в этом фасткапе, поэтому, опять же, Guardians of the Void нужно будет показать себя с лучшей стороны. И что ж, Lifestealer против... и плюс Кентавра, Team Dark Demons, любопытный. Выбор неплохой, а на самом деле комбинация, опять же, Infest комбинация, и при всем этом сейчас Кентавры достаточно часто играют через Аганим, а этот артефакт дает очень много в командном плане. Не стоит забывать, что, во-первых, под Стампидой ультимативной способности Кентавра все могут бегать по всякого рода возвышенностям и прочим-прочим, скажем так, не так-то просто пересекаемым объектам, при всем этом еще и получая резист к любым видам урона. В любом случае, Guardians of the Void также делают любопытные пикеты Огермак плюс Фантом Ассасин. Огермак — популярный ныне саппорт, не самый эффективный в более поздней стадии игры, но на старте... на старте он очень многое может сделать. Это и усиливать своего корт-героя при помощи Бладуаста, ускоряя его фарм, это и походить и в миде погонять вражеского мидера, это и в легкой линии можно погонять Хардуэнера. Он все же достаточно плотен, у него неплохой урон, да и скорость передвижения тоже не самая маленькая. Как следствие, персонаж вариативен, на старте многое может сделать как раз-таки на ранней стадии игры, но, как я и говорил, к поздней стадии игры. Он превращается лишь в возможность стана и, конечно же, Бладуаста своему тиммату, плюс у него могут быть, конечно, разные быть артефакты, там, Форстафы и прочие U1, но посмотрим, что он себе выберет. Снайпера Team Dark Demons при наличии уже у оппонентов Фантома Ассасин очень необычный выбор, скажем честно, и я бы даже сказал рискованный, потому как снайперу будет сложно сражаться с Фантомкой, потому как именно к персонажам, которые могут быстро преодолевать расстояние, таким как Фантома Ассасин, всяким Сварком, Рикки Мару и прочим обладателям Блинка, снайперу будет не столь просто. Но посмотрим, что будет делать этот снайпер в такой игре, потому как действительно у него могут возникнуть проблемы. Посмотрим, посмотрим, как он с ними справится. Возможно, Хуррикейн Пайк, может быть, какие-то саппорты, которые помогут ему зонить оппоненты или какие-то посейвы. Кто знает, кто знает. В любом случае, Тинкер от Guardians of the Void. Любопытный выбор. Очень сильный герой, но я бы не сказал, что он крайне эффективен. Например, против Лайфстилера, Кентавра или Снайпера. Я бы сказал, что при текущем пике у Тинкера могут возникнуть определенные проблемы. И в первую очередь, как раз таки, из-за того, что каждый из персонажей Тим Дарк Димонс уже взятых, может, скажем так, быть контрпиком Тинкеру. У Лайфстилера есть рейдж, и за счет чего Тинкер с его множественным магическим прокастом какое-то время будет просто бесполезен против этого героя. Кентавр может просто убежать на стампиде или подбежать на стампиде. Зависит от того, что собирается делать Кентавр. Растайпер издалека расстреливает, неплохо ищет в кустах, скажем так, Тинкера, обладателя Даггера, и при всем этом может его подсвечивать при помощи своей ультимативной способности. Земель от Тим Дарк Димонс мы уже видели, этого персонажа мы уже видели. Спирита на прошлой карте, врать не буду, и Спирит был не то, чтобы прям крайне хорош, но он был хотя бы на своем месте. Он делал то, что от него требовалось. То есть бегал по карте, давал станчики, делал спейс, гангал вражеских мидеров. То есть, в принципе, был полезен. И сейчас, играя против Тинкера, если он сделает то же самое, что на прошлой карте, свою пользу в этой карте, в этой игре он точно внесет. Guardians of the Void делает четвертый пик, и этим четвертым пиком является Вич Доктор. Очень необычный выбор, на самом деле, при наличии у Апанитов Снайпера, но при всем этом может, на самом деле, мне кажется, здесь Вич Доктор как-то сверкнуть, если уйти в супер пассивную игру Guardians of the Void. У них есть Тинкер, это ракеты, которые кастуются издалека это. Марши, также быстро убивающие крипов. Это Вич Доктор с его касками и ультимейтинг, достаточно хорошим в защитном стиле игры, скажем так. То есть, в принципе, у Guardians of the Void, если они закроются где-то там на своих укреплениях, есть шансы хорошо воплотить свой пик. Минус Войт, тем временем, от Team Dark Demons, на последний бан, очень грамотный выбор, учитывая, что у оппонентов есть Тинкер, Вич Доктор. Эти персонажи грамотно наносят урон прямо в хроносферу Войта. Минус тем временем Дизраптор от Guardians of the Void. Любопытный выбор, учитывая обстоятельства и наличие Тинкера в пике в Guardians of the Void. Выбор достаточно неплохой. И теперь ребята берут для себя последнего героя, и им должен быть как раз-таки Хардуэйнер, учитывая обстоятельства и то, что забанен Суардарсен, Кинг Акс, и очень много еще его, это достаточно много персонажей, которые хорошо проявляют себя. Сложная линия, выбор не такой уж и обширный. Ну, например, остается тот же самый Пит Уорд, которого мы видели на прошлой карте. Он был очень не то что популярен, а эффективен. Может быть, какой-нибудь Тайт Хантер из чего-то более забытого, но не менее эффективного, эффективного, но им оказывается достаточно редко пикаем пикабельный, пикаемый, но все же берущийся в игру, скажем так, Клакверк. Любопытный персонаж, очень сильный и хороший контрпик Снайперу. И теперь у Снайпера есть две проблемы, возможно, в прогрессии, скажем так, и три проблемы. Это Фантомка, это Клакверк и Тинкер какой-нибудь с блинком, и быть может, ну не знаю, просто обычным догоном, чтобы просто аннигилировать Снайпера путем магического рассказа. Тиндар Димонс делает свой последний пик, учитывая обстоятельства, им должен быть Саппорт. Саппорт неплохо стакающийся, скажем так, со Снайпером. Оказывается, Рубик не скажет, что он стакается хорошо со Снайпером, но Саппорт достаточно сильный. И воровать здесь Рубику будет, что есть Тинкер, есть Вичдоктор, есть Клакверк, и, например, тот же самый Огармак. У каждого можно подворовать что-то любопытное. Да и даже у Фантомки можно взять Замедляющий кинжальчик, Блинк, это всё. Тоже неплохие касты, которые может грамотно использовать Рубик. Посмотрим, как будут развиваться события в дальнейшем. И что ж, будем надеяться, что ни у одного из коллективов не будет достаточно серьёзных технических проблем на старте. Итак, игра начинается. Думаю, как всегда, она должна, конечно же, начаться с паузы. Кому-то потребуется догрузиться, скажем так. Да и, как вы видите, мне тоже это будет сделать не лишнее. Нет, пауза не стоит, но в любом случае игра начинается. Я думаю, это неплохой момент, чтобы осветить составы команды. Итак, состав команды Guardians of the Void, играющий за Рейдинг сторону. Соответственно, поехали. Итак, знаток, насколько я могу судить. Наверное, так читается никнейм Тинкера. Нет, тут есть какое-то ещё длинное слово после знаток. Но давайте будем называть его просто знатоком. Итак, знаток управляет Тинкером. Гослинг взял под свой контроль Огар Мага. На Квакверке играет Бист. Взял под свой контроль Вичдоктора Датчес. И Ооберлиф, насколько я могу судить, управляет Фантом Ассасин. Переходим к составу команды Team Dark Dimons. Поехали. На Кентаври будет играть и Бог Мера Фоксин. Взял под свой контроль Рубика Ретард Магнит. Управляет Вайфстилером Биоунд Вайф. Отыгрывает на Земели. И про Веста взял под свой контроль Снайпера. И что ж, это Снайпер, который пойдёт в мид. Фармящий в лёгкой линии Лайфстилер. Конечно же, идущий в сложную Кентавр. С расстановкой силы у Team Dark Dimons нас особо не удивляет. Тем временем, аналогичными действиями, скажем так, промышляет Guardians of the Void. У них также всё достаточно по дефолту. Это Квакверк, идущий в сложную линию. Это Огар Маг Саппорт. Фармящий в миде Тинкер. Ну и, конечно же, фармящий в лёгкой линии Фантом Ассасин. И вот. Игра начинается. Уже какие-то первые претензии пошли. Насчёт Аджантия Пауза и прочего-прочего. Что ж, будем надеяться, что коллективы не будут ссориться. И встреча пройдёт, как говорится, в дружеском формате. Итак, где у нас там будут первые варды? Что любопытно, ни один коллектив не использовал ни телепортации, ни смоки на старте. Первый вард мы видим от Кентавра. Достаточно не то, чтобы не обычный вард. На самом деле, дефолтный вард для Хардвейнера, подсвечивающий несколько основных проходов. Кентавра здесь явно будет стоять попроще. Учитывая обстоятельства, я думаю, это будет не лишним. Всё же стоит он против не самой слабой даблы, даже триплы. Это Бич Доктор со Станом, это Угармак с тем же самым Станом и Замедлением, и Фантомка с Блинком и Замедлением. Очень много эффектов контроля на Кентавра, который плотностью на первых уровнях, скажем честно, не особо блещет. Но то этот Кентавр закупился по-особенному. У него Сталт Шилд, у него Ринк оф Протекшн, то есть всё по дефолту. Кстати, все руны богатства на стартере статучились достаточно ровно между игроками. Это по руне на фармящего в лёгкой линии, по руне на фармящего в миде персонажа от обоих коллективов. И вот, что ж, мы переходим к первому столкновению. Это Снайпер против Тинкера. Что ж, любопытно будет посмотреть, кто из них выйдет победителем. Пока что по крипстату ведёт, конечно же, Тинкер. И думаю, в дальнейшем он также будет потихонечку обгонять своего оппонента. У него более удобная анимация атаки, побольше урона, чем у Снайпера. Но с конечным итогом Снайпер, подкачивая Шрапнель, думаю, будет достаточно удобно подфармить крипов. Остается ещё одна пауза игроками из коллектива Guardian of the Void. Любопытно, на самом деле. Ну что ж, будем надеяться, как я уже и говорил, что ребята не будут преследовать серьёзные технические проблемы. Итак. Что тут ещё можно заметить любопытного? Вот, например, позиция Клакверка и то, что он ещё не поставил обсервер в арт, это может оказаться ловушкой для него. Но, в принципе, он где-то вот здесь, например, из вот этих кустов, может попытаться вот куда-то сюда поставить в арт. Я рисую на карте, но, к сожалению, во время паузы это не отображается. Так вот, может поставить куда-то вот сюда в арт, и с помощью этого варда просто видеть ситуацию на линии и более безопасно, скажем так, себя чувствовать в этих самых лесах в Pitway Experience. Но, к сожалению, Денайт у него крипов, более того, линия будет сейчас ловкаться в сторону тавера для лайфстилера, и тем самым он ещё и опыт не получает. А выйдя из этих самых кустиков, он подставляется и даёт по себе информацию. Правда, саппорты в этот же момент начали передвигаться в сторону миды, и, судя по всему, пу... Нет, не пу, а сначала даблспаун от Рубика, а потом уже, судя по всему, он отпулит крипов и тем самым лишит дополнительного экспириенса своего оппонента. Клакверк получает, топает потихонечку, в позиции находится земель, которая вкатывается в Клакверк, начинает вот уже подгонять, и тут же прожимаются Коги, тем временем Клакверком, который можно было бы зафармить, но этим не стали промышлять игроки из коллектива Team Dardemons. И дальше продолжает прогонять своего оппонента земель, получает достаточно много урона, и при всём этом ещё и крипчик имеется рядом, но Клакверк также понёс немалое количество урона, а по хилу, который имеется у Клакверка, ему придётся быть поосторожнее. Не стоит, правда, забывать про шрайны, находящиеся рядом, или же святыни. Ну да ладно, переходим к другой сложной линии, сложной линии уже для Кентавра. Чувствует он себя тут несколько себя получше, при всём этом он сожрал, насколько я могу судить, вражеский вижен, потому как я вижу здесь его сентри-вардец, и при всём этом он использовал танго, который необычно долго тратится. В итоге, вроде бы, и потерял исцеление какое-то, точнее, его запас, но при всём этой линии пропушился в его сторону, он взял себе второй уровень, который тут же прокачал себе, соответственно, стан. На первом уровне он взял себе ретёрн. Так что для Кентавра ситуация пока смотрится чуточку приятнее, чем для Клакверка, который не взял пока что уровня. Но по захилу он также достаточно много тангусов потерял. Ну вот и уровень ему и кап, он тем же временем на него пошла агрессия, странная стилера, причём забирает себя же в когах, скажем так, оппонент. Ой, оппонент. Клакверка и в итоге на тэпауте уходит отсюда, причём туда ещё и вкатился земель. Был бы у него стан, возможно, он оттуда во Клакверк не ушёл бы. Итак, переходим к миду, где, как вы видите, снайпер при помощи шрапнеля начинает потихонечку подфармить, чуть-чуть поувереннее, а тут заходит к нему сзади ганг-отряд, и в итоге снайпер погибает от лазера Тинкера. Первая кровь для этого персонажа отличный старт для игроков из коллектива Guardians of the Void и как-то не заметили при движении Вич-Доктора и Огр-Мага. Надо знать, знаете ли, ребят, такие передвижения должны быть подсвечены, и о них должна идти информация. Так, тем временем на Тинкер идёт агрессия, причём залетает ракетка со стороны. Клакверка просто разминочная в мид, судя по всему, просто отогнать лишний раз саппортов. Ну и Клакверк подходит, опять же, к своему лайнапу, где Лайфстиллер, между прочим, уже всё серьёзнее может позволить прогонять своего оппонента. У Лайфстиллера появился Рейдж, и теперь он не боится запирания с ним в одних когах, например, с Баттри Ассалль, который явно рано или поздно появится у Клакверка, скорее всего, на следующем уровне. Кентавр, тем временем, с Стронквилд тапками ещё пока не торопится, но в скором времени они появятся, что любопытно, не стал брать себе на следующем уровне, следующих уровнях, я бы даже сказал Кентавр, не стал брать себе Дабл Эдж, а взял себе Ретёрн в 2, и при всём этом Стан в 2. Очень необычный выбор, не самый стандартный, как я уже говорил. Скилл билд для этого персонажа обычный, ему берут как раз-таки Дабл Эдж, и учитывая, что его можно хорошо совмещать с Транквилд тапками, я действительно в недоумении относительно выбранных способностей. Тем временем, Рубик в миде явно пострадал, используя на себя Хилинг Савочку, чтобы восстановить здоровье, там же отступил и Снайпер, но, судя по всему, на этом вся агрессия закончилась. Возможно, пытались загонгать ещё раз Тинкера. Причём Тинкера без маны, но рядом с ним есть святыня, которая позволит ему, в случае чего, восстановить своё здоровье, ну и ману, соответственно. Ну и Снайпер, как вы видите, потихонечку начинает по Крепстату выравниваться со своим оппонентом. Вроде бы как достигается некий паритет, но в инвизе находится, точнее, не в инвизе, а в смоках, находится рядом земелья. И, возможно, получится поймать Снайпера. Зачем, не Снайпера, а Тинкера. Итак, Шрапнели есть ли? Да. Есть целых две Шрапнели у Снайпера, которые можно было бы использовать, чтобы Тинкера додавить, скажем так. Причём Тинкера, которому подъехал Ботлик, и при всём этом находится он под эффектом Откварити. А в это время в сложной линии своей погибает Клакверка, действий Рубика и Лайфстилера. Как вы поняли, его зажали, опенвандами сожрали, подрейджами закусали. Как-то так, наверное, всё будет. Тем временем Тинкер очередной фраг делает, убивает Снайпера при помощи Лайзера. Любопытно также, опять же, скилл билд показывается Тинкером. Он качает себе Лайзер и ракетки. Как говорится, это боевой Тинкер. Не особо быстро он будет фармить, маршей у него, к сожалению, нет. Но в любом случае, пока что особо проблем у этого персонажа не возникает. Как и не возникает проблема у Кентавра, получающего пятый уровень, сейчас на своей сложной линии. Обгоняет он достаточно серьёзно Клакверка, как по Крипстату, так и по, я уже говорил, набору экспириенсы. И любопытно будет взглянуть, опять же, что возьмёт этот персонаж на пятом уровне способностей. А тем временем Клакверк в очередной раз погибает. Делает он это уже, насколько я могу судить, третий раз за... Нет, второй. Второй раз за эти пять минут. И при всём этом Лайфстилер продолжает разгоняться. Уже есть визы, бывает стоун, в скором времени Квейкбайна намекает, Лайфстилер будет собирать себе армлет. Тем временем в сторону Рубика вышел ганг-отряд, Огармаг плюс Вичдоктор, залетает в него каски, залетает в него Маледикт, и он догорает от Игнайта, от Огармага, в итоге погибает. Вижена, к сожалению, не так много у игроков из коллектива TeamDart Dimons, и именно это и сказывается, за счёт чего они постоянно и погибают. Но зато они несколько обезопасили своего снайпера этим вардом, но, к сожалению, он не подсветил прошлый раз ганг, и вообще смотрится он достаточно странно, мне кажется, было бы лучше, если бы этот вард стоял где-то вот здесь, и давал вижен снайперу как раз-таки на выход с лёгкой линии. Но, лёгкой линии, конечно же, оппонента. Но, да ладно, я думаю, TeamDart Dimons несколько виднее. А тем временем, что там у Лайфстилера? У Лайфстилера всё замечательно, есть шестой уровень, загангать его не так-то теперь и просто, при всём этом Огармаг здесь, мне кажется, сильно рискует, и Лайфстилер развёл только что, мне кажется, своего оппонента Кваперка на Коги. Да уж, Коги достаточно долго держались, тем временем в миде погибает Тинкер, насколько я могу судить, и теперь этот фраг делает тем временем снайпер, при всём успевает ещё и убежать земель почти без хитпоинтов, а снайпер наваливает дальше после Шарпнелли, может остановить какого-нибудь Огармага. Силе подставляется Вичдоктор, будет ли ультимейт от снайпера по Вичдоктору? Почему не кидается ультимейт? Что такое делать снайпер? Нет, всё же полетел ультимейт, и, судя по всему, Вичдоктор отправляется в таверну. Отличная игра со стороны снайпера, и плохая игра со стороны Вичдоктора. Очень сильная и очевидная ошибка. Тем временем Кентавр берёт для себя ультимативную способность, и при всём этом он обгоняет, конечно же, Квакверка по нафармливым крипам, взял себе он, опять же, стан, и не стал он брать себе дабл-эджа, что, кстати, опять же странно, но вроде бы станом Кентавр фармит, и при всём этом у него имеется трампью тапки. Рядом есть святыня, которую он ещё пока не пользовался. Квакверк с батареей Ассалт, включённым, путешествует по своей территории, использует Шрайны. Любопытно, опять же, что у Квакверка тоже нестандартный билд, он использует, точнее, не использует, а качает пауэр Кокс. Любопытнейший выбор, потому что он нам меньше всего, наверное, даёт этому игроку, кроме этого персонажа, кроме как мана Бёрна, и длительности Кока, запирает он себя в них, но в итоге, мне кажется, всё равно погибнет, и делает этот фраг в очередной раз. Лайфстиллер, так, тем времён Витч Доктор, с Маледиктами и Сказками, пытается напрячь своего оппонента Лайфстиллера, но Лайфстиллер слишком толстый, и его не получится убить. 3-5 счёт в пользу для коллектива Team Dark Demons, пока что очень плохо смотрится на старте Guardians of the Void, в миде погибает ещё раз Тинкер и делает этот фраг-снайпер, которого вроде бы и загонгали на старте, а с другой стороны, он сделал несколько фрагов и восстановился по фарму, и в итоге, я бы даже сказал, несколько обгоняет должен снайпера. На данный момент 3-6, уже счёт в пользу для Team Dark Demons. Тем временем, Кентавр не тратит до сих пор Шрай, но он пытается, и у него неплохо это получается, регенерировать за счёт Транкил Тапков, при всём этом фармит он, при всём этом уровень у него уже седьмой, а это, между прочим, последний стан, и как следствие, ну, пускай не так-то и много получает Кентавр, улучшая свой стан, всё же там достаточно большие, достаточно длительные. Теперь способность, так, Кентавр, он ещё пока не тратил, ой, как же здесь странно сыграл Фантомка, в итоге у Фантомки большие проблемы, Кентавр использует ультимативную способность, чтобы её всё же добить, и Фрив успевает в этом. Фантомка погибает, первый фраг на корн героя вражеском. И тем временем, Кентавр, который, как вы видите, набрал достаточно быстро уровень со станом, пускай и высокого уровня, но не самым эффективным, всё же достаточно хорош. Я думаю, дальше начнёт он всё же качать Дабл Эдж, не думаю, что уйдёт так далеко в Ретёрн Кентавр, но, в принципе, здесь всякое возможно. А тем временем, Куакверк погибает ещё раз, это четвёртая гибель Куакверка за эти неполные 9 минут матча, и при всём этом у Айфстиллер делает уже 3 убийства, как серия, серия убийств. Есть уже Армлетик, тем временем у Айфстиллера, также намекает он нам, что в дальнейшем приобретёт себе Дизолятор, а это значит, что обойдётся он на старте без сабитки. Опять же, необычно, но да ладно. Так, тем временем, Кентавр погибает на нижней линии, отомстила Фантомка за свою гибель, и причём сделала это при помощи Огрмага, у которого скоро капнет шестой уровень, не особо важный, на самом деле, уровень для этого героя. Не так-то и много подобного рода саппорта и получает свою ультимативную способность. И шанс накинуть в Буадуас на несколько единиц, раскидать чуть больше Игнайт, поддержать чуть дольше в Стане, не могу сказать, что это очень сильно, скажем честно. А тем временем в Смаках Снайпер заходит в спину Тинкеру, рядом с ним находится Земель, и, судя по всему, Земель сейчас должен вкатываться, и у Тинкера возникнут проблемы. Нужно, конечно же, предварительно накинуть шапнель, шапнель пошла, а в итоге закатывается в Тинкер, у Тинкера большие проблемы, получает у себя в голову стан, ещё и рядом подходит Кентавр, и действительно погибает Тинкер. Правда, делает этот фраг тем временем Земель, так, по-первых, залетает скогами третьего уровня, опять странный достаточно выбор, и их успевает теперь фармить Снайпер. Раньше они попадали быстрее, чем можно было их убить, а теперь целых две лишних Коги для этого персонажа. Который, кстати, намекает нам на приобретение им в дальнейшем Мэл Шторма, при том, что у него есть физы, ринков, аквилы, ну и перчатка с кости из частей Мэл Шторма. Так, скворовал Коги тем временем Рубик. Кстати, на Рубике Коги тоже достаточно любопытно смотрится, он может специально телекинезисом накидывать врагов на Коги, чтобы выжигать из них ману, ну и просто их лишний раз отталкивать. Да, да. Тем временем Кентавр в инвизе находится в миде, видит он местоположение Вич Доктора, которого, кстати, можно пытаться быстро убить, но здесь достаточно много героев из коллектива Гвардианс оф зе Войт, и поэтому, в принципе, само нахождение здесь Кентавра уже неплохая победа для коллектива Team Dark Demons. Так, станчик будет ли неужели заходить по Угармагу? Очень опасно здесь, хоть что-то сделать, невзерно то, что рядом находится Вич Доктор. Так, лазер тем временем ворует Рубик, а это уже любопытно, это, между прочим, лазер последнего уровня, так, агрессия в сторону Угармага пошла, Угармаг большие проблемы, ультиматирует тем временем Кентавр, убегает тут же из-под агрессии оппонента, и в итоге первый фраг имеется так, тем временем я смотрю у Рубика большие проблемы, Рубик-то подставляет спидклак вверх, который преследует своего врага, но Рубик-то при всем этом теряет все же заряд от Кварити, и вынужден отступать, но отступает надалеко, и причем вместе с этим к своему тиммейту Лайфстилеру. Издалека притает Уайзер от Тинкера и убивает Рубика. Такое тоже бывает. 5-10 счет в пользу пока что все так же для Тим Дарк Димонс, но при всем этом их Лайфстилер фармит, он только что спушил Теорадин Тавр на верхней линии, и при всем этом зафармил себе часть от Дезолятора, первый топор, точнее не топор, а молот. Осталось зафармить еще один, и у него будет этот важный артефакт. При этом всем Лайфстилер еще и пользуется опенвандами, чтобы захилиться, и, как я вижу, Шрайн недавно был использован. Хотя не так уж и недавно, целых 2,5 минуты назад. Так, а что там у Кентавра? У Кентавра скоро появится Блинк Дайгер, учитывая, что ее и врывается неплохо земель, а Вич Доктор тут же настрелит неплохо Снайпер, надеюсь, кастуется ультимативная в сторону Огрмага, получает на слишком много урона и погибает от руки Кентавра. В итоге минус 2 делают игроки искрить его Тим Дарк Димонс, пошли хорошие каски со стороны Рубика, попадают они в Тинкер и рикошетят еще в покверке, еще раз Тинкер погибает, все же Рубик от действий Тинкера, потому что последний неплохо раскачался, как вы видите, с лазером, но ракеты не стал дальше максить и преследует дальше своего оппонента Лайфстиллер, не успел догнать Тинкера. Тир-1 Тавр Миди для игроков, из коллектива Гвардиан с отзывой потерян. А что там у Фантомки? А у Фантомки пока что тоже начинает намечаться Дезолятор, при этом всем первый топор, первый молот уже имеется, но явно она замедленна относительно развития Лайфстиллера, который, кстати, не будет, судя по всему, после Дезолятора фармить Савельку, и я вижу, что в Квикбай у него выужена Кираса. Очень хороший выбор, учитывая, что ты играешь против Фантомки, ориентирующиеся как раз-таки на физический урон. Для магического у Лайфстиллера есть рейдж, под которым он просто к магии неуязвим, а вот физику нужно, конечно же, избегать. При этом всем не стоит забывать еще и про Вичдоктора, с его Дезвардом, с физическим типом урона. Знаете ли, тоже неплохой будет вариант для Лайфстиллера здесь на фарме для себя. Старую добрую Кирасу. Ну и вот, используют опять же Шрайн, восстанавливают здоровье, пофармят крипов, все делают четко, быстро, очень правильно исполняют ребята из коллектива Team Dark Demons. Ну и вы сами видите, что по Нетворцам Лайфстиллера держат какое-то невероятное преимущество относительно своего оппонента, Фантом Ассаси. При всем этом Снайпер держится на одном уровне с ней и обгоняет своего идейного оппонента Тинкера. Я не думаю, что у него получится удерживать долго, скажем так. Это преимущество, все же Тинкер фармить несколько быстрее, чем тот же самый Снайпер. Но, с другой стороны, для Тинкера требуются кое-какие артефакты, один из которых уже появился. Это Boots of Travel, или же Travela. Теперь Тинкер сможет летать по всей карте, также с Соллингом, то есть Монопул у него будет расширен. Так, тем временем, погоня продолжается. Фантомке большие проблемы, она подсалится, подцеплена. В итоге залетают каски, но все же погибает от руки земели. Тут же залетает Клакверк, Клакверк по цепи у Айстилера, которого можно пытаться убить, но последний просто нажимает рейч, его просто не убить. В прогоне продолжается еще Вичдокер, погибает. Подставляется еще Йогрмак, также погибающий, отправляющий в таверну. Это минус 4 стороны Тим Дарк Димонс. Здесь остается лишь только Тинкер, которого получится, возможно, поймать. Кентавр залетает достаточно далеко, подсвечивает должное своего врага Тинкера. Тинкер не получает, скажем так, себя шрапнели, и, судя по всему, у него получится спастись. Снайпер не лучший выбор позиций. Так, Тинкер, ТП-аут, помегал примерно, где находился враг Кентавра, нашел, скажем так, откуда вы телепортирулись его оппонент, но, к сожалению, убить уже не получилось. Ну а с снайпер тем временем появляется Мэл Шторм, причем, как вы видите, в дальнейшем он собирается фармить себе Хуррикейн Пайк. Думаю, стартанет он с Форстаффа, учитывая, что играет против Клакверка. И как раз-таки против него этот Форстафф будет очень хорошим. Потихонечку начинает парать от агрессии игроков Team Dark Demons TR1 Tower на нижней линии. Сомневаюсь, что его получится задефить игрокам из коллектива Guardians of the Void, невзерально, точнее, учитывая то, что они только что потеряли целых четырех своих игроков в ответ на буквально ничего. Так, Огрмаг в инвизии, бегает рядом с Рубиком, между прочим, с центр вардами. Агрессия в сторону Рубика пошла, а каски также залетают. Земеря подставляется, нет, представляете, под каски хороший станчик откидывает. В итоге у Огрмага большие проблемы, потому что издалека его настрелили снайпер. Не самый точный хукшот в стороны Клакверка. Тут же еще и от стороны Кентавра погибает. Ведь Доктор в итоге минус два на родном месте показывает Team Dark Demons. И крайне неудачная инициация от Guardians of the Void. Фантом Ассасин тем временем достаточно далека. Дезолятор еще восемь сотен голды. Так, в него агрессия пошла, закатывается. И тут же Кентавр дает ультимативную способность. На снайпера залетает. Все, которые можно. Дабл Эдж почти погибает. Нет, погибает на самом деле Фантом Ассасин. И это в мега-киллстрик для, между прочим, Кентавра. А у снайпера появляется первая тысяча голды. Откуда вам... Нет, все же это будет первым артефактом Драгон... Нет, не Драгон Эдж. Как он там? Или Драгон Эдж все же? Нет, не Драгон Эдж. Как же? Драгон Лайнс. Вот, вот. Вспомнил. Называется этот артефакт. Так, а у Рубика, что там у Рубика? Он имеет тысячу голды, намекает там Квикбайм, что хотел бы приобрести для себя Блинк Даггер. В принципе, все достаточно дефолтно. Снайпер, в том, что его команда питается, скажем так, от Шрайна. Не забывает фармить еще Эншентов. То есть, в принципе, все делают, как я и говорил, ребята, из коллектива Team Dark Dimons грамотно. Но мы играть к нам пока что-то ужасное. Действительно, так и есть. Выше 10 тысяч голды преимущество для коллектива Team Dark Dimons на только недавно начавшейся 17-й минуте матча. По экспириенсу цифры примерно такие же, нет? Там чуть меньше 10 тысяч. Но, в любом случае, это очень страшные цифры для игроков из Guardians of the World. На такой минуте такое преимущество, на самом деле, очень серьезное. Отыгрывается, да, но нужно очень грамотно исполнять. При всем этом деньги осели не по всей команде, скажем так, размазавшей за счет товаров, а на тех персонажах, которым это действительно нужно. На Лайфстиллере с огромнейшим количеством Нетворса. На Снайпере с не таким внушительным, но все же достаточно серьезным количеством Нетворса. Ну и дальше еще есть Кентавра, о котором также не стоит забывать. Так, и, судя по всему, сейчас мы увидим инфест-комбинацию в исполнении от Кентавра и, конечно же, Лайфстиллера. Так, ближайший оппонент Огрмак, который, кстати, достаточно грамотно эвейдит. Так, нет, не грамотно, он эвейдит. Погибает он действительно от страны Кентавра. И тут же можно его пытаться убить дальше в Ору. Кстати, Бладуа, с тем временем Рубик, который, мне кажется, надо не заметить, не используется на Лайфстиллер, который действует, как раз, под ним. Начинает атаковать Тинкер, и Тинкер сразу же погибает. Фантом Ассасин тоже может сильно подставиться и подставляется действительно под Кентавра. Получает себя телекин из стороны Рубика, погибает. Делает байбэк, тем временем, Тинкер. И начинает телепортироваться под CR3 Tower. Начинает накастовывать издалека ракеты. Срывается тем временем Клакверк, но промахивается с хукшотом, думаю, по Рубику. Вместо Рубика он подает Земелью. Тут же подставляется Лайфстиллер Тинкер. Погибает после байбэка Фантом Ассасин делает еще один байбэк. Но, мне кажется, уже несколько поздновато. Ракетки продолжают летать. И тем временем Земелью убивает каким-то образом непонятного лично для меня Вичдоктора. В любом случае 7-24 счет в пользу для Team Dark Demons, которые только что выбили из оппонентов. Два байбэка убили четырех врагов, но при всем этом, к сожалению, потеряли Снайпера. Кстати, Снайпер при всем этом очень близок к приобретению Драгон Лэнса. При всем этом у него были инфизи-дрейндроп, который он, кстати, положил себе в стэш. Возможно, имеет смысл убежать вместо свитка телепортации. Потихонечку теряют Тер-2 Тавер на миде игроки из коллектива Guardians of the Void. Ну и что ж, отступает. Все же Снайпер вынужден восстановить здоровье, которое, кстати, для него не так сложно строить. У него же есть инфизи-рядом, к тому же находится стак вражеских эншитов. Забирает его, у Life Stealer есть Дизолятор и есть Плэйт Мэйл. В скором времени мы увидим от этого персонажа и Кирасу. Как следствие, количество минус армора будет достаточно серьезным. Так, тем временем, Кентавр. 10 секунд до ультимативной способности. Может быть, сейчас получится кого-то инициировать. Рубик. Неполный запас здоровья, но имеется любопытнейший реарм. Подставляется Вич Доктор. И Вич Доктор успевает, кстати, заэктивировать регенерацию, получает себя тем временем станчик с стороны земели, но тем временем гамотные каски замедляют продвижение. Снайпер только что погиб в миде от руки Фантома Ассасим, при всем этом успев только заранее убить Огармага. Но тут же пошла инициация, Вич Доктор, ой, Вич Доктор Клокверк погиб и промазал своей инициацией земель. Тер-2 Тавр миди потерян для игроков. Искрыт его Guardians of the Void. Который раз уже погибает снайпер, сделав, наверное, неверный выбор. Именно Драгон Уэнсон решил выфармить, хотя, возможно, был бы у него Форстаф, у него получалось бы как-то жить подольше. А, возможно, даже и просто не погибать от агрессии. Ну, либо Фантомки, либо Тинкеры, там, того же Клокверка. Я думаю, что это может быть ошибкой со стороны снайпера, но, скажем так, настаивать на этом не буду. Думаю, что снайперу виднее, что ему все же нужно собирать. У Клокверка тем временем появляется Блэд Мэл, и, думаю, это неплохой момент, чтобы вообще посмотреть на артефакты у обоих коллективов. Итак, у Тинкера из коллектива Guardians of the Void мы каких-то принципиальных изменений не видим. Это все три же Трэвеласа, Уринг, Боттл и начальный Нул Талисман. В Квикбайе имеется у него Блинк Даггер. В скором времени он его сможет дофармить. Ему остается буквально две сотни голды. Точнее, вручь, четыре сотни голды. Итак, Огармак нас радует тем временем Аркантапками, Виндуэйсом и хочет, судя по всему, выфармить себе Микансом. На данный момент имеет Хедрасочку. У Кваквер, как вы уже слышали, есть Блэйд Мэйл. И в скором времени он также собирается приобрести Форд Став. Любопытный выбор. В принципе, я его даже поддерживаю. У Вич Доктора ничего особенного вы не видите. Обычный саппорт последней позиции. Грыжные стики, ботинки, плюс артефакты. По мелочи это Смоки и Трэвел, о, свиток телепортации. У Фантома Ассасин пока не имеется. Даже так, там Тинкер, походу, погибает. Да, действительно, погибает Тинкер от одного лишь земель, насколько я могу судить. Очень грамотный, на самом деле, фраг для этого персонажа. И, как вы видите, у него также имеется серия убийств. А Тинкер фидит, и это неприятная новость для него. Ему ни в коем случае нельзя погибать, потому как он был крайне близок к приобретению Блингдагера. Но, к сожалению, этот артефакт откладывается из-за его гибели. Неосторожность, знаете ли, тоже очень важна. Так, тем временем, Рошан начинает погибать. Точнее, почти погиб уже от действий игроков коллектива Team Dark Demons. Видит об этом, извещены об этом, скажем так, Guardians of the Void, но не успевает среагировать. Аеги забирает себе лайфстиллер, при всем этом оставшись почти без жизни. Но крайне важно то, что он выформил себе передварительно перед этим Кирасу. И, как следствие, может, например, начать очень быстро пушить. Не стоит забывать, что Дезолятор и Кираса работают в настроении. Забираю у них армор. И продолжим просматривать артефакты. Появляется Дезолятор еще и у Phantom Assassin. Пока что это единственный серьезный артефакт у этого героя. И у нее также имеются аквилы и физы, плюс, помимо чего, всякие цветки телепортации и стал чилдой. Переходим к артефактам у Team Dark Demons. Итак, Кентавр. Есть уже известные вам транквилтапки, аганим Vanguard и Blinkdagger. В скором времени собирается в Кентавр грейдить Vanguard до Crimson Guard. Нормальный, в принципе, выбор. Рубик тем временем нас радует. Винд Уэйсом, Бутс оф Спидами и Blinkdagger. Также по мелочи есть телепортация и Magic Wand. Итак, агрессия в сторону Тинкера, который очередной раз погибает. Причем, я думаю, он даже сам не понял, что его убило в фраг. Насколько я могу судить, сделал Рубик. Ну и что ж, у Айфстиллера, как вы уже слышали, Дизолятор, Керасарм, Летик Физы. Все пока что замечательно. Так, нас радует земель, тем временем, Блинкдаггером, Аркеанин тапками, Урнов Шэдоу, ну и всякие остальные артефакты по мелочи. Вот такие, как артефакты для Magic Wand'ы, Орбов Веном и Цвиток Телепортации. Две штуки. Снайпер, тем временем, Мьёльнир, точнее, Врум, Майл Шторм, Физы, Аквила, Драгон Лэнс и начинает появляться дальнейшее развитие Драгон Лэнса в Хуррикейн Пайк. Пока что состав убит, задележащий у него в стэше. Тир-2 Тауэр, тем временем, на нижней линии потерян для игроков из Guardians of the Void. Судя по всему, Тир-3 также будет потерян под рейджами. У Айфстиллер заползает достаточно далеко, поднимает Клакверка. Будет ли телекинезис и Скогов? Нет, не получается. Сквозь Коги не успел прогрызться, скажем так, в Айфстиллер, хотя в это время снайпер успевает убить вражеского Вич-Доктора и, как следствие, остается без него в Guardians of the Void. Пускай он достаточно быстро может возродиться, но Айфстиллер под рейджами очень быстро грозит Тир-3 Тауэр на нижней линии. В итоге Тир-3 Тауэр остается почти без здоровья. Айфстиллер прячется в инфесте и в итоге выползает из него почти без здоровья. Ну и теряет, кстати, свой Аегис. Это пока что минус Аегис. На ровном месте от ракеты, так, Кентавр ворвался, использует ту же ультимативную способность. В итоге станчик залетает в Огромага, который тут же погибает с стороны. Ой, Рубик там, мне кажется, зря встрял, но при всем этом каске летает достаточно замечательно и сильно, замедляя передвижение как Тинкера, так и Фантом Ассасин. Продолжается агрессия в сторону Клакверка, почти погибает. Фантом Ассасин, но живет. Погибает, нет, все же от стороны снайпера. И в итоге, в итоге, на этом, судя по всему, заканчивается сопротивление Guardians of the Void. Бадает Тер-3 Тауэр на нижней линии. Лайфстиллер под рейджами начинает тут же отступать. Ракеты залетают, причем залетают ракеты, как от Снайпера, ой, как от Тинкера такая, Клакверка. Так, Кентавр отступает. И то же самое должны делать все остальные. Снайпер уходит на телепортации, причем Тинкер занимается тем же самым, подпушивает верхнюю линию. Можно теперь начинать ломать шрайны, чем, наверное, имеет смысл заняться тому же самому айфстиллеру. Но предварительно айфстиллер выбирает для себя более сейвовый вариант, это подхиливаться при помощи дракона и опен вандов. И в итоге, полное здоровье айфстиллера начинает ломать вражеский шрайн. Делает он это быстро, минус армора очень много, 20 минус 12, как мы видим по циферкам. И все, в принципе, грамотно делает айфстиллер. Причем у него появляется Дэмон Эдж, и в скором времени мы увидим Мэккабе. А Дэмон Эдж находится в курьере. Так, и что ж, по меду, что ли, ребята собираются идти? Мне кажется, несколько рановато собираться сейчас за Team Dark Demons и пушить дальше. Все же можно и подождать, и дождаться... Ну, точнее, допушить оставшиеся шрайны, уничтожить Тиар-2 Тавра на верхней линии, получить еще большей голды для своей команды, и там уже с большим перевесом на нетворсах опять же заходить на хайграунд. Рубик Вор ворует, между прочим, Бладу Аст, и Пап достаточно стабильный. И что самое главное, это очень важная способность, и для снайпера, и для лавстилера очень сильно увеличивает их потенциал. Шрайд Парать, опять же, шрайн, теперь шрайн, находящийся на верхней, скажем так, линии, и в итоге, или верхний шрайн, в итоге он пал. Это еще дополнительные 150 голды на команду, пока что по голде циклы просто ужасающие для игроков искрытия Guardians of the Void. Свыше 20 тысяч ведут сейчас, на данный момент, ой-ой-ой, громад там все время подставился под лайфстилер, отсюда, конечно, пойти и выйти никуда не получится, снайпер его убивает, в итоге сам еще и Куаквер подставляется, там еще я вижу, что Кентавра пыталась убить Фантома Ассасин, возможно, вместе со снайпером предварительно она убила земелью, но, к сожалению, сама погибла, это монстр киллстрик, который забирает для себя лайфстилер. При этом все, лайфстилер начинает пушить ТР-2 Тавар на верхней линии, прилетать пытался сюда тем тинкер, но отменяю телепортацию, понимая, что его могут очень быстро убить. Теперь он чуточку дальше на блинкауте, но он делает серьезную ошибку, который же подставляется под Рубика, телекинезис и просто погибает, это Годуайк, который берет себе Рубик. Ой, Рубик лайфстилер, так, тем временем еще и Вич Доктора, это даблкил и Бион Годуайк для. Лайфстилер начинает падать ТР-3 Тавар на верхней, прошу прощения, линии. И что ж, Рубик, ой-ой, достаточно далеко прыгает, прямо за Огрмагом, в итоге делает небольшой Space Create, забирает для себя очередной Бладуаст, который нужно тут же раскинуть, первый получает для себя, конечно же, лайфстилер. Верхняя линия для Guardians of the Void потеряна, как, в принципе, наверное, будет потеряна, и нижняя, и, судя по всему, сейчас все закончится. Так, подставляется, чем быстро погибает, тем временем, Огрмаг убил, правда, при всем этом, Клакверка и Рубика, но этого недостаточно. Лайфстилер под Бладуастом и без Рейджа пытался погрызть в миде, но решил, что это от того не стоит, и начал грызть бараки внизу, конечно же. Они остались без защиты, и именно их и стоит сломать так, каски Мансит, скажем так, легко при помощи Рейджа Лайфстилера уничтожать. Первый баракен, шайта, мать, вторые, их вряд ли получится защитить, при всем этом тут же уходит он в инфесте, выползать из него, тем временем, Клакверка, мы видим, что еще и Годлайк получает Кентавра, убивает сразу, и очень быстро, вражеского ВИЧ-доктора. Клакверка достаточно далеко прыгнул, и получает от себя очень много замедлений, и Снайпер, который его явно не отпустит, причем Снайпер с Хурикейн Пайком, но последний не стал его использовать, возможно, думая, что это будет путевка, как говорится, в одну концовку. Так, ракеты все же спамят Тинкера, ой, преследование-то ведет, Тинкер, мне кажется, не стоит так агрессировать, Кентавр-то почему-то встал на ровном месте, мог бы, наверное, при помощи Блинкдайгера хоть что-нибудь сделать. Так, тем временем, Тинкер убивает все же своего оппонента, и которому оказывается Снайпер. Ну, и Снайпер здесь только-только получил для себя Шадоу Вейт. Хурикейн Пайком так и не стал искусствовать. На развороте, в принципе, могли бы убить, я думаю, Тинкера, но почему-то Team Dark Demons не стали этого делать. Ну, в принципе, здесь уже и не страшно, эта игра, я думаю, выиграна, так или иначе, свыше 30 тысяч разницы по Нетворцу на 28-й текущей минуте матча. Знаете ли, это слишком серьезное преимущество. А у Айфстилера появляется МКБ, причем у него также имеется 2000 голды в кармане, 2100, если быть совсем точным. И, что я могу сказать, у Айфстилера здесь держит первую Нетворц позицию на карте. Обходит он Тинкера ровно в два раза или же на 10 тысяч Нетворца. Как вы понимаете, это действительно очень серьезные цифры. Такое не отыгрывается, а если и отыграют, и такое отставание Гвардиан со взводят, я сразу вам скажу, это будет очень сильный криксик. Знаете ли, такие цифры очень сложно как-то развернуть свою пользу. Нужен либо подходящий для этого пик, или точнее даже не так, подходящий для этого пик и подходящий для этого геймплей. Итак, представляете, Витч Доктор, в очередной раз под Кентавра, погибает он от руки Земели, причем Земели, который выформил себе Дагон. И тут же делает Дагон второго уровня. Дагон, кстати, Земели не использовал, чтобы убить своего оппонента. И что ж, вот в итоге мы увидим сейчас, как падает последняя линия у игроков из коллектива Guardians of the Void. Собираются здесь игроки из коллектива Team Dark Demons. Как я и говорил, это последняя оставшаяся линия оппонентов Таква. С Тилер с Дагон, с Дблингдаггером прыгает подолгармага, очень быстро его сгрызает. Бей он Годвиг для него. И начинает тут же грызть Тритавр. Пока Кентаврова делает спейс. И спейс, этот заканчивается смертью Тинкера. При всем этом залетает Куаквер, успевает Куаквер, успевает его убить действительно Рубик. И подставляется он под вражеского Кентавра, последний пытается преследовать своего оппонента. Но не стоит ему этого делать, получает тебя каски сна. Так, тем временем Тинкер погибает от руки, от руки Лайвстилера. Также погибает Вишдоктор от руки Снайпера. При всем этом Снайпер не забывает, что можно Куакверка разминать при помощи ультимативной. Первые бараки потеряны. И что ж, начинают теряться и вторые бараки. Они также быстренько были спушены игроками из коллектива Team Dark Demons. Мега-крипы для этого коллектива. Подставляется Куаквер, очень много урона он получает со стороны Лайвстилера. Хотя, не так уж и много, свеже спрятался он в госсептер, но в любом случае погиб. И сделал этот враг Снайпер так, Огармаг, тем временем подставляется под Кентавром, между прочим. И нужно быть осторожным. Куакверк пишет ГГ. Победа для игроков Team Dark Demons, что в принципе было достаточно очевидно, когда потеряны были две линии. Ну что ж, я не буду вас обманывать. Вторая карта мне понравилась чуточку меньше, чем первая. Все же здесь все было достаточно уверенно для Team Dark Demons. Они перехватили инициативу достаточно рано, если не ошибаясь, в минуте где-то на восьмой уже было очевидно, что этот коллектив сильнее своих оппонентов. Дальше они просто продолжали снова болиться и не отпускать врагов. В какой-то момент Снайпер был близок к тому, чтобы не то, чтобы заруинить эту игру, скажем так, а был близок к тому, чтобы подарить дополнительные шансы своим оппонентам, когда его прыгали и постоянно убивали. Размены были более-менее результативные для Guardians of the Void, но в конечном итоге все же грамотная игра. Как и у Лайфстилера, так и Кентавра, да и Зимели, в принципе, и с Рубиком сделали свое дело, да и Снайпер в конечном итоге не сильно от своих тиммейтов отставал. В итоге закономерная победа для Team Dark Demons, причем, как вы видели, достаточно простая. Что ж, за 7 я с вами пока что не прощаюсь, ребят, увидимся после, надеюсь, короткой паузы на 3-й решающей игре этого фасткапа и, наконец-то, узнаем, кто на нем будет победитель. Как я уже и говорил, для меня пока что очевидными фаворитами является Team Dark Demons. А пока я также рекомендую вам подписаться на все социалочки, приведенные внизу под трансляцией на Твиче, ребят. Продолжайте следить за Дотой вместе с нами, со студией StarLadderTV. Сейчас, ну, чуть раньше, скорее всего, у вас где-то в чате еще и мелькнула моя ссылочка на группу ВК. Рекомендую подписаться, если вам нравится мое творчество. А за сим, как я и говорю, пока не прощаюсь. Увидимся.